Выведение работников Печорской ГРЭС в простой с оплатой в размере 2,3 среднего заработка не нарушает требований Трудового кодекса. Такое заключение правительственной комиссии, которая участвовала в урегулировании спорной ситуации, возникшей на предприятии. В феврале руководство компании, ссылаясь на головной офис Интеррао, захотело перевести 196 сотрудников в аутсортинг, а в противном случае сократить. Участники встречи отметили, что работодатель мог изначально пойти на сокращение, не выводя работников в простой. Это позволило бы избежать нынешнего напряжения. Также есть опасения, что теперь с предприятия уйдут высококвалифицированные люди, а с кем будут их заменять, а кем будут их заменять неизвестно. Я опасаюсь, чтобы на предприятие не пришли люди, которые не обладают необходимым набором профессиональных навыков, опыта. А это величит за собой риски промышленного свойства, учитывая режимность этого объекта. Поэтому у меня предложение. Давайте подготовим обращение в адрес Интеррао, электрогенерация. Соответственно, это обращение надо поработать с администрацией Печоры, в котором мы вот эти свои опасения, в части снижения уровня профессионализма и повышения рисков промышленной безопасности видим. И с предложением учитывать это при организации кадровой политики на предприятии. 101 человек из 111 уже получили уведомление о сокращении. Сотрудникам предоставлена информация о вакансиях, которые сейчас есть в Печоре. Однако, как отметили в управлении занятости, работникам действительно есть чего терять. Места с таким же уровнем зарплаты, как на Печорской ГРЭС, предложить будет сложно. Людям также предложили пройти переобучение.